Если вы являетесь подписчиком моего канала или просто регулярно просматриваете появляющиеся здесь видео, то вы знаете, что совсем недавно вышла публикация, в которой я рассказываю о знаменитостях, завершивших свой земной путь в 2019 году. Я не буду повторяться и объяснять, почему я выбрала именно 2019 год. Все это при желании можно узнать из первого видео. Я просто продолжу начатую тему. 21 марта 2019 года свой земной путь завершил актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Петр Петрович Зайченко. Он был знаком поклонникам отечественного кино благодаря участию в работе более чем над 50 проектами. Мы можем увидеть Петра Зайченко в следующих кинолентах. Парад планет, такси-блюз, гроза над Русью, дальнобойщики, участок, волкодав из рода серых псов, «Последний забой», «Две судьбы», «Тарас Бульба», «Сибирь Мономур», «Годунов», а также еще в ряде фильмов и сериалов. Петр Зайченко покинул этот мир в 75 лет, не дожив до своего 76-го дня рождения всего несколько дней. Причиной смерти актера стал очередной инфаркт. Петр Зайченко покоится на центральном кладбище в Волгограде. 26 марта 2019 года не стало советского и грузинского актера театра и кино Нодара Александровича Маглаблишвили. Нельзя сказать, что этот актер очень часто снимался в кино. В его фильмографии чуть больше 30 ролей. Но при этом он хорошо знаком поклонникам отечественного кино. Многие зрители помнят его по ролям в проектах «Формула любви» по имени Барон, «Спецназ», «Диверсант», «Чудеса в Решетове», «Исповедь Дон Джуана» и «Секунда до». Нодаром Глаблишвили прожил долгую жизнь. Он покинул этот мир в 87 лет. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Нодаром Глаблишвили покоится в родном городе Тбилиси. 3 апреля 2019 года этот мир покинул актер театра, кино и дублирования, народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков. Каждый поклонник отечественного постперестроечного кинематографа прекрасно знаком с творчеством этого актера. Всеобщую узнаваемость Алексея Булдакову принесли именно в фильмы этого периода. Хотя сниматься он начал гораздо раньше. Мы можем увидеть Алексея Булдакова в следующих кинолентах «Сквозь огонь», «Небывальщина», «Семен Дежнев», «Вот моя деревня», «Тихое следствие», «Призывники», «Хотите любите, хотите нет», «Ожог», «Повестка в суд», «Войди в каждый дом», «Особенности национальной охоты» и еще более чем в 110 фильмах и сериалах. В фильмографии Алексея Булдакова имеется и более 20 работ по озвучиванию. К примеру, его голос можно услышать в лентах «Оно», «Узник замка Ив» и «Гремлины». Алексей Булдаков ушел из жизни в 68 лет, спустя всего несколько дней после своего дня рождения. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Алексей Булдаков покоится на Троекуровском кладбище в Москве. 4 апреля 2019 года из жизни ушел кинорежиссер, сценарист и мемуарист, народный артист СССР Георгий Николаевич Данелия. Он известен тем, что снял порядка 20 кинопроектов, снялся более чем в 10 фильмах, а также немного занимался озвучиванием и выступал в качестве вокалиста. Именно Георгий Данелия является режиссером кинолент «Кинзадза», «Мимино», «Афоня», «Я шагаю по Москве», а также анимационного фильма «Ку Кинзадза». Георгий Данелия часто исполнял небольшие роли в фильмах, в которых был режиссером и для которых писал сценарии. К примеру, в молодежной комедии «Я шагаю по Москве» он исполнил роль чистильщика обуви. В фильме «Джентльмена удачи» появился в качестве случайного прохожего, а в «Мимино» он был пилотом самолета. Георгий Данелия прожил долгую жизнь. Он покинул этот мир в 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, обостренная дыхательной недостаточностью. Георгий Данелия покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. 18 апреля 2019 года свой земной путь завершила вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Константиновна Цивина. Актрису нельзя назвать слишком популярной, но при этом в ее фильмографии свыше 40 ролей, и поэтому многие поклонники отечественного кино неплохо знакомы с ее творчеством. Мы можем увидеть Ирину Цивину в следующих кинолентах «Гулящие люди», «Бумажные глаза Пришвина», «В полосе прибоя», «Яма», «Любодети и завод», «Женские истории», «Кадетство», «Марш турецкого», «Своя команда», «Кремлевские курсанты» и во многих других проектах. Ирина Цивина ушла из жизни в 55 лет. У нее были проблемы с сердцем. Актриса покоится на Троекуровском кладбище Москвы. 26 апреля 2019 года не стала актрисой театра и кино, театрального педагога, народной артистки СССР Элина Авраамовна Быстрицкой. Эта актриса нечасто снималась в кино, считая предлагаемые ей роли несерьезными. Элина Быстрицкая пропала с экранов в конце 60-х годов прошлого века и стала появляться на них вновь только в начале 90-х, преимущественно играя небольшие роли. Мы можем увидеть Элину Быстрицкую в фильмах «Неоконченная повесть», «Тихий дон», «Добровольцы», «Негасимое пламя» и других проектах. Элина Быстрицкая покинула этот мир в почтенном возрасте. Ей был 91 год. Причиной смерти актрис стали проблемы с сердцем. Элина Быстрицкая покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. 1 июня 2019 года этот мир покинул актер театра и кино Геннадий Васильевич Матвеев. Наверняка вам хорошо известен этот актер, ведь он снялся более чем в 70 популярных фильмах. Справедливости ради нужно сказать, что актер преимущественно играл героя второго плана, но при этом он все равно хорошо запоминался зрителям. Мы можем увидеть Геннадия Матвеева в следующих кинолентах. «Экипаж», «Ширли-мырли», «Близнецы», «Солдаты», «Билет в гарем», «Сволочи», «Эксперты», «След», «Бородин в возвращении генерала», «Товарищи полицейские» и в других проектах. Знают Геннадия Матвеева не только поклонники советского и российского кино. Он хорошо знаком детям в 80-х, ведь в те времена он был ведущим программы «Спокойной ночи, малыши». Геннадия Матвеева не стало в 73 года. Он ушел из жизни спустя 8 дней после своего дня рождения. Актер покоится на Ваганьковском кладбище в Москве. 6 июня 2019 года из жизни ушел актер театра и кино, сценарист и театральный педагог Александр Константинович Кузнецов. Довольно сложно найти человека, который не видел фильмов с Александром Кузнецовым. Это и не мудрено, ведь в его фильмографии насчитывается свыше 110 работ. Мы можем увидеть этого актера в кинолентах «Небывальщина», «Мужские тревоги», «Джек-восьмеркин американец», «Приморский бульвар», «Кошмар в сумасшедшем доме», «Близнецы», «Бой с тенью», «Классные игры», «Глухарь», «След», «Час Волкова», «Сердце матери», а также в других фильмах и сериалах. Говоря о кинокарьере Александра Кузнецова, нужно выделить два обстоятельства. Во-первых, его часто приглашали на главные роли. Во-вторых, он очень часто снимался в культовых американских фильмах. К примеру, его можно увидеть в кинопроектах «Миротворец», «Санта-Барбара», «24 часа», «Бегущий по льду» и «Везунчик». Александр Кузнецов покинул этот мир в 59 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое было диагностировано еще в 2014 году. Актер покоится на Хованском кладбище в Москве. На сегодня все. В ближайшее время я продолжу рассказывать о знаменитостях, которых забрал 2019 год. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok